Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я говорил, что с DaVinci покончено, но чувствую, что погорячился. Действительно на начальном уровне по монтажу я рассказал все, что необходимо знать. Но люди задают вопросы в комментариях и я решил вернуться к теме, но уже бессистемно. Просто про то, что интересно. В частности, пользователь под ником микрочип спрашивал, как размыть на видео номера машин. Само по себе это действие может понадобиться крайне редко, но алгоритм, основанный на трекинге, может быть весьма полезен. Я специально нашел, чтобы уж быть максимально аутентичным запросу, кадр с номером машины. Это славный город Печоро, для тех, кто не знает. Я, кстати, уже перешел на 16-ю версию DaVinci, причем даже не на Lite, а на Studio. Черные маги любезно предоставили мне ключ в придачу к камере, который я купил недавно, но в целом, насколько я помню, трекинг в 15-й версии, даже в Lite, был таким же. При том, что цветокоррекции я обещал не касаться, поскольку там бездна, трекинг и размытие номера машины целесообразно делать именно здесь. И если кто-то скажет, что трекинг делать лучше во Fusion, я ему отвечу нет. Если можно обойтись простым алгоритмом, нужно использовать простой алгоритм. Если простым алгоритмом обойтись нельзя, нужно использовать Fusion, и об этом я, вероятно, еще расскажу. Ну а раз уж я зашел в цветокор, заодно и покрашу чуть-чуть. Не обращайте внимания, зашли мы сюда не за этим, просто чтобы покрасивше было. Все-таки печоры. Итак, добавляем новую ноду. Alt-S. Или можно отсюда. Добавить сериал нод. Собственно, трекинг — это функция, которая работает с каждой отдельной нодой, и в первую очередь он существует для цветокоррекции отдельных элементов. Но мы его используем немного не по назначению. Вот номер. Кидаем на него маску. И в этой ноде у нас остается только номер. Пока на общий кадр это никак не влияет, но в конкретной ноде уже произошли изменения. Вот эта магическая кнопка, кстати, позволяет увидеть, что происходит в данной конкретной ноде. Вот до цветокоррекции, вот после цветокоррекции, вот номер. Отключим. Итак. Переходим в закладку трекинг и просто нажимаем кнопку вперед. И он просто тречит наш номер до тех пор, пока тот не выйдет из кадра. И тречит, надо сказать, идеально. Но начали мы не сначала, а с середины, поэтому примерно в этой точке мы нажимаем кнопку назад, и он тречит теперь в обратную сторону. И тоже надо сказать, идеально. Просто как в литой. И единственное, что нам осталось сделать — напомню, что мы работаем сейчас не со всем изображением, а только с тем, что есть в этой ноде. Так вот, нам осталось просто применить размытие. Это вот здесь. Блер. Все. Номер размыт, все остальное в резкости. То же самое можно сделать со второй машиной, но смысла нет. Все настолько просто, что и повторять нечего. Единственное, тут есть история, что маска лежит на кадре до появления номера. В данном случае это не страшно, но бывает, когда вы делаете цветокорр, это дает какое-то пятно. Совершенно не нужно. Как убрать? Давайте я сейчас сделаю еще одну маску, просто чтобы было ясно, как работают ноды. И тут мы затречим, например, кабину. Нет, вот эти фонари. Сейчас. Не буду объяснять, что делаю. Это отдельная тема, касаемо цветокора, а его я обещал не касаться. Просто сделаем зеленые фонари. При этом сейчас мы работаем в другой ноде, и на размытие номера это уже не повлияет. В этом и смысл нод. Вы всегда можете работать с отдельными участками изображения, не касаясь того, что уже сделали. Или касаясь. Это уже зависит от задачи. Честно говоря, не очень зеленый, но ладно. Опять же тречи мы получаем вот такой результат. Что мы видим? Маска висит, а фонарей еще нет. Что нужно сделать? Во-первых, нам нужно перейти здесь из клип во фрейм. Фрейм – это покадровая анимация маски внутри трекинга. А клип сдвигает весь трекинг. Так. Вот в этой точке он уже подцепился. Ставим здесь ключевой кадр. Вот эти стрелки, как несложно догадаться, переход к следующему или предыдущему ключевому кадру. Вот этот ключ нам нужно удалить. Тут три точки в углу и Delete keyframe. Не нужна нам эта точка и все. Находим момент, когда фонари появляются и сдвигаем маску. Он автоматически ставит здесь ключ и дальше уже подхватывает путь с трекинга. То есть мы руками, получается, проанимировали маску в начале, пока трекинг не работал, а дальше он уже все сделал сам. Ну и подобным образом здесь также можно удалить край маски, который остался в кадре. Вот так. Ну и как несложно догадаться, в закладке Frame вы можете вмешиваться в трекинг и подправлять его, если что-то сбилось. Можно даже добавлять точки и менять форму маски. Но имейте в виду, что он будет это делать между двумя ключевыми точками, которые уже есть на трекинге. Поэтому, если нужно подправить всего несколько кадров, сначала выставьте ключи по границе, а потом уже двигайте маску внутри. Вообще трекинг в DaVinci весьма и весьма неплох. Когда-то давно я делал это руками по ключевым точкам. Утомительное занятие, прямо скажем. Все, любите друг друга и помните, что знания упрощают нам жизнь. А лучше в день потерять, потом за пять минут долететь. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.